Ни на что не надейся, ничего не жди, самое худшее впереди. Товарищи, здрасте! Я, как и многие русские, сейчас нахожусь совсем не в России. Где именно? Об этом весь видос, и этот видос я собирался снять больше четырех лет. Если многие мои соотечественники сорвались вот буквально в первые дни того, что мы вынуждены называть спецоперацией, то я планировал это годы. На переезд я тратил силы, деньги, время, и все это время мечтал вам о нем рассказать. И прямо сейчас уже, наконец-то, вот я почти готов поведать вам свою долгую, печальную и, возможно, поучительную историю, но я не могу не сделать объемный дисклеймер. Последние полтора месяца, вдумайтесь, полтора месяца, я ежедневно испытываю стыд, позор, ярость, злость от несправедливости, но в основном, конечно, стыд и позор. Дело в том, что я считаю себя патриотом. Патриотом в настоящем смысле слова, и мой патриотизм распространяется в том числе на тех, кто как две капли воды на меня похож. На тех, кого я совершенно без зазрения совести все это время называл братьями, а теперь мне стыдно это сказать. Я отлично понимаю боль всех русских, которые ежедневно перепощивают, распространяют информацию, пытаются делиться, пытаются достучаться до своего ближайшего круга, и я даже не близок к тому, чтобы понять, что сейчас испытывают украинцы. И вот все это распространение информации, вся эта гласность, да, говорить, безусловно, важно, я с этим согласен. Но, во-первых, до тех, кто не сидит в интернете, мы так и не достучимся, а до тех, кто в нем все же сидит, я думаю, про них нельзя сказать, что они действительно не знают. За полтора месяца такого количества произошедших ужасов, я думаю, не заметить это было реально невозможно. Я думаю, миллионы наших соотечественников сознательно или уже бессознательно игнорируют информацию и доводы, которые перестанут позволять им оправдывать то, что мы вынуждены называть спецоперацией. У меня есть свое объяснение, почему так происходит, и именно это объяснение еще больше четырех лет назад побудило меня начать переезжать. Сейчас я вам их расскажу. Руководители западных стран удивляются смелости и точности действий российских властей. Они не понимают, что эти люди выжили в 90-е. Они прошли такой естественный отбор, что Спарта древняя, просто нервно курит в сторонке. Всех дураков давно уже похоронили, а трусы, они просто не полезли бы во власть в 90-е. Поэтому этих ребят санкциями не напугать. Представим себе жизнь среднестатистического россиянина. Первый его этап социального взаимодействия какого-то сознательного – это школа. Я сменил их шесть штук, было в государственных и в частных, и поэтому могу говорить сенной долей экспертности. В обычных государственных школах никого не волнует, интересно тебе или нет. Я думаю, многим россиянам это покажется вообще каким-то неважным, хотя в сущности в этом ведь и есть суть образования, его настоящая цель – заинтересовать человека информацией. Ведь простая вещь, что если кому-то что-то неинтересно и не хочется что-то узнать, то он и не узнает. Но вот это вот никого не ебет. А если ты покрасил волосы или надел какие-то слишком вызывающие кроссовки или что-то такое – вот это ебет. Почему? Потому что есть формальщина и есть уравниловка. Все должно выглядеть так, как будто оно работает и как будто оно нормально. Естественно, там в возвращенном представлении советских людей, простите, фанаты Советского Союза, я к вам не отношусь. И я убежден, что именно оттуда мы унаследовали эту вот очень пагубную привычку. Все в первую очередь визуально выстроить хорошо, а как оно на самом деле – это не важно. Все время, что я учился в школе, все поносили ЕГЭ. И в последних двух классах в школе прекрасно ясно, что никто не учит вообще ничего и не узнает никакой новой информации, кроме той, что нужна непосредственно на ЕГЭ. И в итоге все выдрачиваются по вот этим ЕГЭшным шаблонам. Естественно, все давно уже забили хер на реальную информацию, хотя, по сути, самые там важные литературные произведения, какие-то важные этапы точных наук и так далее, они проходятся в 10-11 классе. Это не должны понимать 10-11 классники непосредственно. Они все еще подростками являются, им вообще зачастую интересны другие вещи. Но факт. Главный навык, который дети приобретают в российских школах, опять же, есть естественные исключения, есть замечательные учебные заведения, в которых все не так, но, по крайней мере, в большинстве государственных школ, в которых я был и были мои друзья, было именно так. Так вот, главный навык, который оттуда выносят дети, молодые россияне, это то, что нужно вот как раз соответствовать этой условной вот линии как надо. И дальше у них как бы этап настоящей свободы, да, вуз, ты можешь выбрать образование, заниматься непосредственно тем, что тебе интересно. Но так совсем никто не делает. У нас абсолютно формализованное высшее образование. Его получают абсолютно все. Парни, к тому же, идут хотя бы куда-то, потому что боятся армии. И я вот, например, заканчивал журфак. По идее, место, ну, куда идут творческие люди. И не сказать, что журналист какая-то денежная или престижная профессия в России. То есть, по идее, должны туда идти исключительно по своему желанию. Но это совсем не так. Большая часть моего курса не хотели быть журналистами. Ну, я тоже не хотел быть журналистом. Но я хотел работать в этой сфере. А большая часть моих сокурсников, они в основном страдали хуйней. На парах ничего совершенно не слушали. Опять же, я их в этом плане не обвиняю. Им просто было неинтересно. И не надо. И они в точности воспроизводили свой школьный опыт. Формально соответствовали ожиданиям своих родителей. Ну, и какой-то вот этой вот глобальной конъюнктуре. Что тебе нужно посидеть, попинать хуи сначала 11 лет в школе. Потом нужно посидеть, попинать хуи 4 года в вузе. Если у твоих родителей посерьезнее амбиции, или если ты не смог сделать себе военник, то можно еще в магистратуре хуи попинать. Благо, возможности для пинания хуев широки и безграничны. По итогу, такие люди выходят на рынок труда. И если они не осознали этот порочный круг пинания хуев, и не нашли для себя какое-нибудь занятие по душе, то они продолжают пинать хуи дальше. И работать там, где они не хотели бы работать по специальности, которая им до пизды и вообще неинтересна. И по итогу это встраивается в одну огромную машину русского зазеркалья, где все работает не так, как написано. У нас ведь нет даже особенных гарантий безопасности. То есть, ну, известная тема, что люди в основном напрягаются, когда видят полицейских, а не расслабляются, как это, по идее, должно быть. То есть, если случается какая-нибудь там с вами хрень, с которой надо пойти в суд, вы совершенно не уверены, что суд будет на вашей стороне, там, на стороне справедливости и так далее. И так работает в самых мелких сферах. Даже сделать какую-нибудь справку, у вас условно на сайте госоргана написано, что сделать ее можно только здесь и только за этот срок, но при этом по первой же ссылке в гугле эту справку можно сделать гораздо быстрее, совершенно в другом месте, абсолютно настоящую. И то же самое относится к огромному количеству сфер. И из-за этого нельзя доверять окружающей реальности. Все работает по каким-то негласным правилам, которые все как бы знают, но они нигде не прописаны. И поэтому у тебя нет никаких гарантий. Поэтому мир вокруг враждебен. Он в любой момент может тебя наебать, подставить, и все может пойти вообще не так, как ты планировал, и не так, как написано. Потому что то, что написано, ничего не значит. И при этом я позволяю себе жаловаться на это, и вообще могу об этом задуматься, потому что я родился в сытое время. Моя бабушка, например, родилась под Курском, прямо во время Курской битвы. Еще ребенком она видела натуральных фашистских солдат и жила в оккупации. Она видела голод. После этого она переехала в Химки, в которых тогда почти ничего не было. Сначала жили в бараке и работали на заводе, а потом жили в панельке и работали на заводе. И это все, что в тот момент было в Химках. Вот стоит панелька посреди поля и грязищи, и стоит завод. И можно ходить от панельки на завод до города, ну, то бишь до Москвы, несколько часов. И эта жизнь была гораздо лучше той, что у нее была до этого. Моя бабушка до конца своих дней никогда не выкидывала хлеб и называла Путина отцом. Но я любил и буду любить свою бабушку. Моя мама, в свою очередь, ее дочь, прекрасно помнит, как стояла в продуктовых очередях, и на талончиках ей ставили пометочки, сколько ей можно взять сегодня. И для нее тоже. Именно вот Россия последних 20 лет это самое сытое и приятное время в жизни. Нам сложно даже представить, какие лишения и с какой именно бытовой жутью сталкивались наши родители. И от того, что нам сейчас кажется сущим адом, они научились получать удовольствие. Потому что это жизнь, и ее надо каким-то образом жить. Нужно заводить семью, влюбляться, рожать детей, растить этих детей и так далее. Пиздец есть пиздец, безусловно, но жить как-то надо. И в итоге у каждого вырастились свои формы эскапизма и избегания вот этой реальности. Опять же, потому что надо жить. Именно эти формы эскапизма позволяли им избегать откровенного человека ненавистничества и несправедливости, которые до этого сажали людей в нашей стране, ну и не только сажали справедливости ради, а теперь еще и убивают людей в соседней. Но и это, к сожалению, наши родители видят не в первый раз. А доллара? Зачем нам доллар это? Он ничем не закрепленная валюта. Такая вот, американская какая-то бумажка, блин. У нас рубль, я считаю, даже лучше доллара намного. Безусловно, это не оправдывает бездействие. И мой спич совершенно никак не поможет людям в бомбоубежищах. Однако, обращаясь к своим соотечественникам, если вы как Фейс считаете, что все, кто сейчас молчит, они просто тупые, или просто не понимают, или просто боятся, это узколобо. Подобная позиция ни к чему вас не приведет. Вы тем самым просто бежите от собственного народа. А другого народа у вас нет. Ровно так же узколобо считать милитаризм национальной чертой. Национальной чертой то, что является в сущности обыкновенным варварством. Я не понимаю, как не очевидно вообще абсолютно всем людям, что в каждой стране на планете можно найти какого-нибудь человека, который сидит там на завалинке у себя в деревне, кроме там собственных грязных сапог и покосившегося дома ничего не видел, и у него есть абсолютно искреннее мнение, что всех, кто на него не похож, нужно обязательно расхуярить. Ну а как иначе? Ведь должны остаться только похожие на него люди. Они ведь самые лучшие и самые великие. Ну само собой. Очень интересное мнение, и конечно же, большинство это поддерживает, а это национальная черта. Ну ребят, абсолютно к тому же самому относятся гомофобия, сексизм, национализм и далее по списку. Просто обычно, как бы в каких-то здоровых обществах, это не поощряется. А если поощрять плохие черты, то они легко разрастутся. Можете увидеть это на примере той же гомофобии. Меня это лично не касается, но это очень хороший маркер вообще какого-то вменяемого отношения в обществе. Вот посмотрите, что у нас было в те же 90-е годы. Там и Шура, и Тату, и первый Драквин Верка Сердючка. И вот посмотрите, какой замечательный клип выступления был у Михаила Боярского. Ну по-моему, очень скрепно и гидросексуально. И буквально за считанные годы прямо при нас это стало абсолютно недопустимым. И так называемые гендерные свободы оказалось, разрушают вот нас изнутри. При этом множество гей-клубов в Москве и Петербурге и наверняка в других городах совершенно никуда не делись. И вы прямо сейчас можете туда сходить и поразрушать свою идентичность и порушить внутри себя скрепы. И затем, насколько извратились понимание слов патриотизм и русофобия, нужно продолжать помнить их настоящее значение. Мы с вами, люди, которые вот интересуются культурой, да, и создают культуру. Мы создаем российскую культуру, русскую культуру. И у каждого должно быть свое собственное понимание патриотизма, которое совершенно невозможно заместить каким-то чужим и изменить его значение. Оно должно быть вашим личным. И патриотизм включает снисходительность и понимание собственных людей. Без этого самого понимания вы никогда с ними не договоритесь. И опять же, другого народа у вас нет. Ровно так же переезд не отменяет происхождение. И даже те, кто там принципиально отказываются от российских паспортов, они не перестают быть русскими, не перестают нести всю ту многовековую культуру и всю ту многовековую боль, а теперь возможно и национальную вину. И именно на ваших плечах лежит то, как к нам дальше будут относиться. И внутри, и снаружи. Теперь можно переходить к моей истории. В уже далеком 2018 году я учился на втором курсе своего вуза и, ну, честно говоря, с детства думал о переезде. Вот, меня в детстве возили в Европу, на меня это произвело огромное впечатление, да и, честно говоря, с людьми, с которыми я разговаривал в детстве, да, с моими друзьями, вот нам было там по 14-15 лет, все как один говорили, да блин, конечно, надо переезжать, надо мир посмотреть, там по молодости надо вот где-то пожить и так далее. И к сознательному возрасту, когда уже вот 18 лет, когда все дороги открыты, что-то у одного меня такие мысли остались. Нет, безусловно, были еще некоторые, но в основном все подуспокоились, я не успокоился совершенно. И как раз на втором курсе появилась, дошла до меня информация, что мой замечательный вуз ИЖЛТ, Институт журналистики и литературного творчества могут прикрыть. Мне мой вуз нравился и переводиться куда-либо мне совершенно не хотелось, поэтому я подумал, что раз уж его закроют, то я, в принципе, могу его и не заканчивать, потому что мне нравится получать инфу там, мне интересно там, а в каком-то другом месте не будет особенного смысла. Поэтому я начал собирать документы и информацию о переезде в Чехию. Тем временем в моей личной жизни обстоятельства складывались так, что ту самую квартиру в родных моих химках, которую бабушка получила от завода, моя семья думала продавать. Мне полагалась энная часть от нее и как раз это отлично согласовалось с моим переездом. Я подал документы на визу, квартиру мы продали. Вместе с собой я позвал двоих друзей и очень беспокоился за них, потому что только у меня были полностью нормальные документы. Там нужно энное количество денег на счету, ну и в общем очень много за пар, только у меня они были идеальные и все было относительно в срок, а у моих друзей было похуже. В ожидании переезда я сам собственно из проданной квартиры переехал к другу. Привет, Борщевский. Это была маленькая, малюсенькая просто однушка, в которой я сам спал на раскладушке с пружинами, упирающимися в спину, буквально в одном метре от своего друга. В итоге на визу я подался, мои друзья тоже подались, чемоданы собраны, я сам сплю на раскладушке опять же, и вот нахожусь абсолютно на низком старте. Все, чего мне не хватает, это просто одобрение этой визы, чтобы я наконец-то смог улететь. Но вместо одобрения меня вызывают на собеседование. Моих друзей двух не вызвали, и как мне позже объяснили, это абсолютно случайная выборка, просто для дополнительных проверок и, так сказать, фильтрации переезжающих, некоторых вызывают на собеседование. Мне вот так не повезло, я подумал, ну что ж, ладно. Как раз во всей этой переездовой мешанине я как смог прочитал какие-то вопросы, как себя в общем надо вести. На этом собеседовании меня мурыжили 40 минут, и я после этого остался дальше спать на раскладушке и ожидать собственно ответа от визового центра. Мои друзья тем временем уже собрали чемоданы, им всем дали визы, всем двоим в смысле. Я был за них несказанно рад, даже там у чувака не совсем хватало денег на счету, но он подавался в день рождения и снисходительные у него приняли документы. В общем, все было отлично, не хватало только меня. И одним уже холодным московским утром я в туалете захожу на почту и вижу там отказ. Абсолютно все мои мечты в этот момент были разрушены. Я без жилья, без какого-то будущего, как я тогда думал уже и без образования, оказываюсь в России на неопределенный срок. Тогда у меня был шанс резко оспорить и переподаться, но так как мы и сами ехали уже с определенным опозданием, а план состоит в том, чтобы переехать, учить чешский язык на курсах языка, после чего поступать в ВУЗ, то есть ответственность именно за получение и впитывание каких-то знаний, она очень большая. В итоге я решил уже не заскакивать, потому что даже если бы я тогда переехал, я бы вполне возможно не успел доучиться и так далее. Короче, я поймал один из самых серьезных депрессонов в своей жизни, жить не хотелось вообще никак, однако потом ситуация ну немного образовалась, я нашел где жить, поселился в весьма неплохом районе в Москве и в следующем девятнадцатом году мой ВУЗ как и ожидалось закрылся. Я более подробно рассказывал эту историю о том, как я собственно ВУЗ закончил и меня перевели как раз вот в жуткую шарашку, кто не знает там как-то не коснулся этой истории глобально по России закрывались и наверное сейчас тоже закрываются маленькие частные ВУЗы, которые не так просто контролировать, в которых там проникает известная крамола, да, особенно журналистские, там мало ли что эти журналисты себе думают, правильно? Правильно, поэтому гораздо лучше всех смести в одно огромное здание в Москве и это был собственно пятиэтажный МУМ сейчас этот ВУЗ называется ММУ Международный Московский Университет и вот там уровень формальности образования был еще хлеще опять же не имею ничего против своих вот однокурсников так сказать номер два но уровень знаний который был вот у моих коллег-журналистов как раз из этого МУМа был еще гораздо ниже чем у тех с которыми я учился то есть по всей видимости пинание хуев на парах гораздо более развито в таких вот пятиэтажных зданиях ну что собственно и не особо удивительно тем временем наступает двадцатый у меня дипломный год соответственно я близок к тому чтобы уже закончить образование и поэтому я снова подался на визу а там алгоритм выглядит так что ты сначала тебе нужно несколько документов для того чтобы получить дату в которую ты можешь принести основные приносишь основные и после этого тебе визу выдает ну или вызывают на собеседование как меня собственно я в очередной раз собравшись организовавшись отправляю письмо получаю новую дату параллельно фигачу диплом естественно какой-то нормальной жизни в этот момент быть не может ты там ни с друзьями не потусишь в проекты не впишешься потому что ты все время на чемоданах все время в готовности вот в любой момент сорваться и остановить всю свою жизнь в России и буквально за день до момента как мне нужно было подать документы ебанул ковид естественно не сам по себе ковид а именно он дошел до чешских консульств и вот вроде 25 числа я должен был принести документы 24 оно объявило о закрытии моя история уже начинает походить на анекдот я больше двух лет опять же не могу вписаться ни во что нормальное масштабное как бы так живу наполовину потому что я одной ногой уже за границей но тем не менее мне ничего не остается и я пересиживаю ковид при этом когда я начинал только свой переезд мой блог еще почти ничего не приносил ну в смысле я не мог себя обеспечивать а вот как раз за ковид я дошел до очень хорошего уровня несмотря на довольно серьезное увлечение дотой я вывел именно свой блог в состояние своей полноценной работы и как раз там в том же 2020 начинался новый учебный год и вот в новый раз переезжать я планировал с одной конторой которая как раз вот организовывает и курсы чешского и соответственно перевоз людей за границу мне сказали что мол такая ситуация мы тебе предлагаем начать курсы языка онлайн в любом случае ковид должен подраспогодиться и соответственно курсы идут учебный год то есть без трех месяцев и в какой-то момент вы просто все всей своей вот этой группы изучения языка переедете и продолжите изучать язык непосредственно уже в Чехии я такой ну чё ж ладно подумал чё терять время и во все это дело вписался собственно начал учить чешский тэть уж вим чештину але пул с того запомнил к вуле тому же вубец немам практики может сейчас я сделал 10 ошибок за это время консульство действительно успели вновь открыться я подался на визу и немножко спойлернув вперед мне ее даже одобрили то самое письмо о том что в визе вам отказано перестало приходить мне в страшных снах потому что появилось письмо что виза одобрена и все что мне оставалось это дождаться непосредственного открытия консульств то есть они как бы работали но именно в клейку виз в паспорт не производили то есть как бы моя виза была но не была активирована моей радости в тот момент не было предела я вот думал что наконец-то этот адский период ожидания закончится и у меня наконец начнется новая жизнь которой я вот готов абсолютно тем временем наступает уже 21 год с консульствами из-за ковида продолжается та же херовая ситуация но ковид подходит к концу я заканчиваю курсы чешского и Россия ругается с Чехией я не буду сейчас вам говорить подробности вот вы их видите на экране скорее всего мимо большинства из вас эти новости проскочили незаметно но в тот момент я их заметил скажем так потому что из консульств которые и так работали не очень отозвали большую часть сотрудников тем самым парализовав их работу в итоге моя виза которую я вот два года ждал просрочилась она полностью как бы свой срок израсходовала а у меня в паспорте так и не оказалось но и это было еще не все ведь я поступил в Масарикову универзиту в Брне то есть я действительно был студентом чешского вуза другой момент что чехи гораздо менее серьезно относятся к образованию они в первую очередь живут своей жизни с кайфом и поэтому большую часть предметов мне просто не организовали то есть опять же я сидел на некоторых парах очень старался понимать все что мне говорят но это было меньше половины из того что мне надо было учить и поэтому в какой-то момент я обучение забросил ну потому что это и не было обучения и шансов на непосредственный прилет у меня было меньше и меньше к тому же за это время опять же блок стал моей полноценной деятельностью без всяких скидок я обеспечивал и себя и сторонние проекты им и вот зимой прошлого года у меня случилось откровение что все это время я жизнь совершенно не живу что ситуация затянулась абсурдно и вот это вечное сидение на чемоданах не дает мне получать непосредственного удовольствия от жизни вот которая у меня идет и по идее сейчас самые лучшие годы а я трачу их на вечный депрессняк и неудовлетворенность тем что ну мои мечты не сбываются это как бы справедливо однако все равно так жить нельзя я как раз купил себе велосипед о чем рассказывал в позапрошлом или позапаза в прошлом видосе ну в общем начал жить как несмотря на и вот теперь 2022 год я уже не в состоянии студента уже готовый абсолютно ко всему видевший все уехал в Грузию вот так потрясающе завершилась моя эпопея с Чехией тем что я забил на нее хуй при этом сейчас Грузии еще вернусь вы бы знали как я сука был зол когда за это время пока мне визу не давали переехал Шевцов переехал Игорь Линг переехал Ильдар Бродвей ничего не имею против Ильдара Бродвея но ему блять дали визу хотя он гораздо старше меня и он переезжал со своей женой блять сука вот кто выглядит менее подозрительным иммигрантом молодой вот хуй который только школу закончил и собирается в вузе учиться или чувак с женой ну блять реально не имею ничего против Ильдара Бродвея я бы рад вам в заключительной части ролика рассказать про свои дальнейшие планы и у меня опять же было множество планов на жизнь в Чехии были спланированы видосы даже у некоторых начинал появляться примерный план у меня даже были некоторые перспективы сотрудничества с компаниями в Чехии но на Грузию у меня ничего подобного нет нынешняя ебанистическая ситуация не дает мне возможности нормально что-то планировать и единственное что я могу сказать точно что сегодня вы можете прийти ко мне на стрим и задать какие-то вот появившиеся у вас вопросы да и вообще я сейчас в принципе существую из-за того что обрубились доходы с ютуба только на своих донатеров которые вот донатят мне на стримы которые донатят мне на бусти и некоторые находящиеся как и я за границей меценаты которые продолжают донатить мне на патреоне если вы хотите поддержать мое творчество то я буду вам сердечно благодарен потому что канал Сейна Секта Сейна Ебанарт ТГ канал Вес Сандер и все остальное во что я вписываю сейчас живет только благодаря краунфайнингу и не безразличию именно вас за что я вам сердечно благодарен я мог бы рассказать эту историю гораздо более красочно но честно говоря она меня заебала она все это время висела мертвым грузом я все это время не говорил об этом своей аудитории потому что ну как бы я не считаю что моя личная жизнь должна становиться как бы предметом моего контента да мой контент про искусство про музыку стрит арт короче культур поп а моя личная жизнь это никакая не культура я вам не Ольга Бузова и не Настя Ивлеева и поэтому я все это время держал это в тайне хотел рассказать уже по факту но по факту получилось совсем иначе поэтому вот такие дела товарищи жизнь это про то чтобы приспосабливаться про то чтобы находить другие пути и учиться радоваться тем путям которые у вас получилось найти и адаптироваться в тех обстоятельствах которые есть после всего этого мне честно говоря гораздо легче и несмотря на то что все пошло не по плану это все равно новый этап для развития моего канала и я вам хочу сказать что чтобы следить за тем как канал будет дальше развиваться установите VPN у вас теперь обрубилась часть сервисов да западных поэтому как раз освободились денежки на то чтобы за VPN платить поверьте это того стоит вы все это время были напрямую вот просто вот так вот причастны к свободному миру и я вам советую с этим свободным миром связь не терять особенно если это стоит там какие-нибудь 300 рублей в месяц опять же история такая огромная что хочется еще пиздеть пиздеть и пиздеть но я наверное оставлю это на стримы а сейчас как бы welcome to the new reality of channel Sein да ой все короче приходите на стримы подписывайтесь на ТГ канал на группу ВК ничего лишнего там главное не пишите спасибо что досмотрели вы знаете где Sein и где кнопку подписки а смущать я так люблю эту грезную землю я люблю и глупый народ и поэтому я подряд